Добрый вечер, дорогие участники фестиваля Golden Time. Прошу прощения за длительное молчание, была простужена, поэтому только сейчас прихожу в форму. Итак, наши юные участники. Могу выделить Бухайлинка, сильный голос, хорошая дикция, но есть тенденция чуть-чуть подкрикивать внимание на это. Егорушкин, молодец. Хорошее исполнение песни Соловушка. Хочу обратиться к участнице Аракимян. Первая песня про Родину мне очень понравилась. Я написала молодец, легата, но поработать надо О. А дальше пошел блок из огромного количества песен, которые меня разочаровали, потому что тут интонация ехала во все стороны. И, честно говоря, не очень понимают. То есть, если вы прислали ту одну песню, результат был бы другой. А с вот этим вот набором из песен «Мамба», «Французская», «Мама», «Санта-Лючия» все развалилось, к сожалению. Внимание, контролируйте, потому что интонация… Прослушайте еще раз ваши записи. Тонации никакой. Дальше. Следующая возрастная группа. Должна отметить Прибуш. Сложные песни, достойное, сильное исполнение, потому что целый комплекс. Владение голосом, владение телом, владение техникой, дикция – все было. Далее могу отметить Пономареву в этой же группе. Молодец. Чуть-чуть для второй песни не хватило такой вот силы голоса, на мой взгляд. Но со временем все образуется. Ваганова. Хорошо. Следующая возрастная категория. Вот к Сидоренко хотела обратиться. Есть ремикс на Пугачеву. Интересно, но невыразительно, я бы сказала. То есть просто интересно музыкально. А вот смысл песни потерялся. Внимание. Все остальное было очень достойно, очень хорошо. Хорошо. Дальше могу отметить Хорхину. Хорошая идея, да? Интересная песня была. Хорошая идея исполнения и с чувством. Молодец. После вас эту же песню исполняла другая девушка. И там вот как-то проиграла она, да? Черноталу немножко проиграла на вашем фоне с этой же песней. Но там звучит разваленный очень голос. Да? Я про Черноталу там звучит разваленный. Голос слишком такой, как бы, низкий. Но его нужно собирать. Потому что он не может быть таким, без консистенции, скажем так. И дальше у нас было два исполнителя с гитарой. Ну, первый, наверное, кахарит отходит, мы можем отнести больше к бардам, да? Мне идеи вашей песен понравились, что-то такое митяевское было. Но вот над голосом надо поработать. Потому что голос не выражает того, что хотелось бы, да, наверное. Поработайте именно над вокалом. И вокалом мне очень понравилось. Очень достойное, сильное, хорошее исполнение. Итак, сейчас я поздравляю вас всех с наступающими праздниками. Желаю вам всем большого, крепкого здоровья. Для певца это очень-очень важно. Неиссякаемые силы духа. Желание побеждать, двигаться вперед. Никогда не отчаиваться, что бы ни происходило. Желаю вам новых побед, новых уступлений, нескончаемых оваций публики и удовлетворения от того, что вы делаете. И дарите людям с наступающим Новым годом и Рождеством. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин